В России хотят ввести штраф за выброшенных на улицу животных. Его сумма будет достигать 70 тысяч рублей. А ведь из-за таких поступков регулярно пополняется армия бездомных собак и кошек. Проблема актуальная для любого крупного города. Сообщения о нападении животных на человека регулярно появляются в СМИ. В сегодняшнем выпуске программы «Будь человеком» мы попытаемся разобраться, как можно избежать подобных ситуаций. Вот здесь она меня укусила. 14-летняя Таня показывает след, который остался после укуса бродячей собаки. Она напала на нее в самом центре города, когда девочка возвращалась после занятий в театральной студии. По словам ребенка, собака она не боится. Дома есть свой любимый питомец. Произошедшее стало для девочки шоком. Я шла спокойно. Собака подбежала, начала лаять, меня укусила. Я, получается, начала кричать. Потом подбежали. Одна женщина с собакой на руках, другая женщина, она на работу шла. С места, где произошло нападение, Таню забрал отец. Ребенка сразу же отвезли в травпункт, оказали необходимую медицинскую помощь. Укусы бродячих собак могут быть опасными для человека. Такие животные зачастую являются переносчиками вируса бешенства. Кстати, подобное сообщение о нападении на людей местные СМИ публикуют довольно часто. Городские волонтеры стараются оперативно реагировать на такие статьи и забрать четвероногого на передержку. Главное, чтобы собака не была агрессивной. Было объявление, что он порвал пуховик девочки. Жители начали возмущаться. Там сразу пошли угрозы отравить, застрелить. Но я просто подъехала, смотрю, сидит. Я с собакой этого не знала. Одела поводок, ошейник и повела с собой в машину. Он уехал. В принципе, вот он он. Зовут его Митяй. Митяй появился в этом приюте несколько месяцев назад. По словам Ольги Кривицкой, за это время собака полностью социализировалась. Понимает, команда не кидается на людей. К животному всегда можно найти подход, считает волонтер. С одним дежурным приезжает мальчик, школьник. И он ему подарил свою игрушку детства. Вот кота. Браток он тоже грязный. И он отстегивает его от себя. И он с ним здесь катается на санках. То есть собака полностью социализирована. То есть она получает любовь, хороший уход. И она любит и детей, и любит своих хозяев. Ну, вот такая вот история агрессивной собаки. Подобных примеров в этом приюте несколько. Однако не все агрессивные собаки, пройдя курс реабилитации, становятся добрыми и пушистыми. Это Зара. Значит, что с этой собакой? Эта собака, как многие делают, переезжают в лучшую жизнь хозяева, а собак бросают. Собака была в деревне, считалась самой агрессивной. Она не могла даже к забору подойти. Она так кидалась, так кусалась. И когда ко мне обратились, говорят, мы уезжаем, заберите собаку. Я говорю, ну как, вы оставьтесь к следующим хозяевам. Он говорит, нет, вы что, она такая злая, ее невозможно. Как? Она на всех кидается. Зайчик – особая гордость Ольги. Собака, которая никого к себе не подпускала, вновь поверила человеку. Несколько месяцев назад волонтер спасла обожженного пса. Она нашла его во дворе больницы, где работает. Четвероногому требовалась срочная ветеринарная помощь. Волонтер перевезла зайчика к себе в приют, вылечила и приручила. Месяц, каждый день, по часу. Я с ним сидела, разговаривала, уговаривала. И вот так он оттаял. Ольга Кривицкая говорит, помогать животным – ее призвание. Пройти мимо раненого или голодного пса она не может. Старается поддержать каждого. И, как правило, никакой агрессии питомцы к ней не проявляют. Главное – не провоцировать собак на нападение, учит волонтер. Вести себя адекватно и не бояться. Бездомные собаки, когда они становятся агрессивны, когда они кусают. И когда у них потомство, например, да. И вот там тот же ребенок идет, как-то хочет посмотреть их щенков. Ну, возможно, да, такая ситуация может быть. Когда собака голодная, она ест. И кто-то подходит рядом, конечно, она защищает свою еду, она голодная. Я вот сколько занимаюсь бездомными собаками, но не встречала я агрессивных собак. Агрессивные собаки, когда что-то охраняют свое. Ну, если единственное, не мать там, ну, со щенками. Волонтеры считают, снизить численность бездомных собак и кошек поможет бесплатная стерилизация. Сейчас процедура, хоть и недорогая, но регулярно оплачивать ее со своего кармана общественники не могут. Нужна поддержка, прежде всего, государства. Как медик могу сказать, это, наоборот, профилактика онкозаболеваний, профилактика вот как раз агрессивного поведения. Вот. Профилактика вот этих секпиометрий, которые потом возникают, эти гнойные дометриты, все. Поэтому нет. Вот эти венсоркомы, все. Это же, как бы, это все последствия вот этих именно нестерилизованных животных. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От карантинных мероприятий до условий содержания отловленных животных общественные инспекторы досконально проверяют объекты приюта. В нем создано все для комфортного пребывания питомцев. Просторные вольеры, система канализации, конденционирование, горячая, холодная вода, тепло, свет. Однако находиться в тепличных условиях бродячие собаки и кошки будут недолго, всего 40 дней. А после, по закону, их выпустят обратно на волю. Эта роль пропускная. То есть зашло животное, получило все предполагаемые мероприятия, да, по стерилизации там и регистрации животного. И, в принципе, как предусмотрено сейчас, выпустили его. Вот. Это необходимо. Но у нас немножко другое еще есть видение, о котором мы хотели бы пообщаться с администрацией, поговорить, предложить. Может быть, мы единый какой-то знаменатель выработаем. Одновременно в центре может находиться до 250 животных. А за год через него будет проходить более тысячи собак и кошек. Сейчас сюда набирают персонал. Городские волонтеры уже предлагают свою помощь по уходу за четвероногими. Я думаю, что их будет настолько много, что потом какой-то график будем составлять. Но ведь можно же еще волонтеров принять на работу. То есть у нас много пенсионеров или молодых, которые без работы остались. Значит, они бы в штатное расписание включались, они бы здесь работали. То есть, ну, они занимались бы, не могу сказать, что хобби, конечно, но они занимались тем, чем бы они и бесплатно бы занимались. Задача этой инспекции – не выявить недостатки, а выстроить диалог с властью. У общественников большой опыт по работе с бездомными животными. Они предлагают, чтобы в Игнатьево принимали не только взрослых собак, но и щенков. Сюда нельзя, потому что это сразу инфекция. Для взрослых особей интерит он не опасен особо, для привитых тем более. Но вот щенки – это, да, вот расстроилась, честно. Вот именно вот в этом аспекте расстроилась. Хочется над этим вопросом поработать все-таки где-то. На этот приют большие планы не только у городских властей. Волонтеры надеются, что двери этого центра будут открыты, и они смогут оказывать помощь животным, которых будут принимать здесь уже с февраля этого года. Конечно, один такой центр не решит проблему бездомных собак. Людям нужно ответственно относиться к тем, кого они берут к себе в дом. И необходимо четко осознавать, нужно ли вам потомство от своих питомцев. Недорогая стерилизация поможет избежать многих сложностей в будущем. Говоря о безопасности, мы решили в этом выпуске дать несколько советов, как избежать нападения бродячих собак и что нужно делать в ситуации, когда конфликта не избежать. Добрый день, уважаемые друзья. По многочисленным просьбам мы сегодня осветим такую проблему, как обезопасить от бродячих собак. Без причины не нападет на вас ни одна собака. Первая причина, которую нужно понимать, это ваш страх. Тут среагирует на вас не только бродячая собака, но, скорее всего, и благополучная домашняя собака. Потому что, как только вы начинаете бояться, ваш организм вырабатывает адреналин, собаки его прекрасно чувствуют и пытаются самоутвердиться за ваш счет. Вторая причина, это, как правило, защита своего потомства. Также на улицах нашего города вы можете встретить собак с бирками в ушах. Вот эти собаки наиболее безопасны для вашего проживания и совместного существования, потому как эти собаки в свое время были отловлены, стерилизованы, вакцинированы и, прожив достаточное количество вблизи человека, имеет нормальное отношение к человеку. На этом у меня все. Берегите себя и ваших близких и пишите, и звоните, и спрашивайте. Мы ждем ваших вопросов для того, чтобы осветить их в следующих передачах. На этом у меня все. Напомним, наша программа – это совместный проект общественной организации любителей животных «Велес» при поддержке фонда президентских грантов. И если вы решили завести себе питомца, выбрать нового друга можно на страничке в сети Instagram «Лист ожидания». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok